Большой всем привет! Это рубрика «Редкие игры» и сегодня расскажу о игре «Misty Waters». Постараюсь очень быстро, просто чтобы вы знали, что существует. Просто потому, что никто другой вам о ней не расскажет. У неё не будет ни локализации, и сами заборы маленькие, и игра абсолютно авторская, и это первая игра автора, и первая попытка нового издательства её издать. Поэтому такое на русский YouTube попадает редко. Но игра в чём-то примечательна. Давайте разбираться, что это такое за авторский очередной проект, который я раскопал. Вообще, это игра в очень сложном и редком жанре песочницы, про который я рассказывал на канале, который меня интересует, и отсылаю опять же к топ-10 игр в жанре песочницы. А и вот добавится ещё одна, причём довольно неплохая на первый взгляд. Это, к сожалению, здесь избитый сеттинг пиратских морей. Вы находитесь в океане, управляете кораблями и играете в разных режимах. Есть и соло-режим с автомой, есть кооперативный и конкурентный режим на двух игроков, и конкурентный режим на трёх игроков, и даже если у вас наберётся четыре игрока, то можно ещё и в альянсе поиграть. Чем вы здесь занимаетесь? Это по-настоящему песочница, вы совершенно свободны в действиях. Вы можете исследовать острова, вы можете захватывать эти острова, делать там плантации, выращивать всякие ценные вещи, с которыми потом продавать. Можете посещать таверны, делиться там с слухами, брать какие-то миссии, покупать новые корабли, нанимать офицеров, капитанов, охотиться за пиратами. Можно искать лут на островах и раскапывать разные сокровища, которые там сохранили. В общем, такой вот пиратский сеттинг с очень большим, красивым миром. Вот так он выглядит на карте. И игра устроена так, что на карте постоянно много всего, потому что даже если вы играете вдвоем, то вы играете за три корабля каждый. То есть, сколько бы игроков не было, у вас всегда довольно людно на карте. Есть много NPC в виде галеонов, в виде кораблей, в виде таинственных живых существ. Тут и мегалодоны, всякие гидры, и фантастические в том числе. И все они в свою фазу тоже начинают действовать. На островах, соответственно, вы можете выращивать, как я уже говорил, всякие пиво делать, там, не знаю, ром, наверное, всякие доходы. И на островах с вами случаются постоянно какие-то интересные события. То есть, карта устроена таким образом, что на каждом острове лежат карточки. Приходя в гавань того или иного острова, вы эту карточку снимаете и читаете, что с вами произошло. И там есть и миссии, допустим, спасти кого-то, или какие-то слухи, что там-то где-то водится, допустим, голландец. Есть люди, которые хотят посмотреть, например, на летучий голландец, и вы можете повозить пассажиров по миру, чтобы показать им разные вещи. Есть особое место, где охраняют сокровища. Кроме этого, есть очень интересное поведение ветра, которое очень многоуровневое. И в зависимости от состояния погоды, тоже меняется и ваша скорость, и ваши возможности, и все подобное. Огромное количество видов кораблей с разными параметрами. И вы можете их всех покупать и довольно большим количеством двигаться по миру этой игры. В общем, песочница, песочница. У вас есть вот корабли, на которых вы также получаете миссии, нанимаете экипаж, есть пушки. Есть также борьба, и можно атаковать кого угодно, как угодно. Можно пиратов охотиться, можно за другими игроками. Можно сражаться практически со всеми, кого вы видите на карте. Да, и вот карты исследования вы как раз находите на островах и смотрите, что с вами случается. И каннибалы там бывают, и джунгли. И каждое событие, оно влияет на вас случайным достаточно образом. Есть карты приключений, есть рандомные события. То есть, навертели, навертели такой вот именно песочницу в пиратском сеттинге. Да, события влияют на всех игроков. Самоуправление игрой довольно интересное. У вас есть карты действий, причем их не 5 штук, и даже не 10, а больше 100 штук разных карт действий, которых огромная колода. В начале своего ухода вы тянете до 7 себе в руку карты действий, и они достаточно разнообразные. Их много, разных действий, и вы можете воздействовать на свои корабли вот этими картами действий. Вот, ну и в целом, вот такая игра, большая, навороченная, авторская, и все бы с ней было хорошо, наверное, если бы не все присущие недостатки данному жанру песочниц. Огромный, огромный даунтайм, потому что если у вас три корабля, то пока вы походите, остальные заснут. Это абсолютный, стопроцентный рандом, веселый, ваша стратегия особо... Да, вы можете какие-то стратегические моменты делать, но все это будет разбиваться в рандом. И если вам это не нравится, то, конечно, и игры песочницы вам особо не зайдут. Ну и все подобное. Я про эту игру хотел рассказать в самом начале сборов, но разобрался только вот вчера. И знаете, очень даже неплохая такая песочница, пусть и с присущими своими недостатками. Так что, если вы вдруг фанат этого жанра, то присмотритесь, еще есть время, еще есть пару дней, когда оно собирается. Да, очень мало собрали, но для первого проекта, нового автора, это, в принципе, безэкономерно. Буду ли я сам вкладываться? Нет, скорее всего, потому что я не люблю эту тематику, и авторы проекта нашу страну внесли в список игнора по рассылке. Поэтому, ну, не буду. Хотя, если появится когда-нибудь в retail, я пригляжусь. С другой стороны, есть примерно похожая игра, типа «Пираты и мародеры», тоже классика с похожим геймплеем. Да, здесь очень много новшеств, типа «Колеса действий» и тому подобное, осовременено все, но тем не менее, надо смотреть реальную копию. Пока нам показали только ТТС, и даже физической копии как такой еще нет. Ну, это, в общем-то, тоже закономерно для таких инди-проектов. А моя задача просто рассказать вам об этом проекте, про который, ну, сложно узнать на русском ютубе, да, и на английском тоже почти нет никаких видео. А игра не менее достойна, чем те, которые хайпят, чем те, которых форсят. Не знаю, есть ли смысл в такой рубрике быстрых обзоров интересных игр, но буду иногда стараться делать, если что-то вдруг попадется и захочется об этом рассказать. Всем пока и до встречи на канале.